Проверить овощи на наличие нитратов, проследить за работой пожарных, побывать на уроке одного из лучших педагогов региона. Вы все это успеете за 30 минут вместе с нашей программой. В студии Вера Рыжкович, здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучше приобретать овощи и на что обращать внимание при совершении покупки. День учителя – герой праздника в центре внимания. Мне нравится смотреть, как дети, которые ходили с бантами в первом классе, с развязанными шнурками, а потом они уже становятся личностью. Лучших педагогов области чествовали в столице Приангария. Кто теперь будет ездить на работу на новеньком авто? Розы на крышах иркутские ботаники предлагают перенять западный опыт и заняться озеленением многоэтажек. И все это выглядит, как много-много розочек. Какие растения могут прижиться на высоте? Об этом расскажем в итогах недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы привыкли думать, что все без исключения считают лес природным богатством и относятся к нему бережно. Еще бы! Ведь нас с детства учат деревья, зеленые легкие планеты. Став постарше, мы осознаем, лес – это еще и ценный сырьевой ресурс. Все понятно, как дважды два, но оказывается, не всем. В Братске – городе с развитым химическим производством, и где лес – это как раз те самые легкие, нашлись поджигатели. На этой неделе стало известно – причина пожара в Братске именно по отжоге. В санитарной зоне местного лесоперерабатывающего комплекса обнаружены следы выгоревшего дизельного топлива. Результат преступной деятельности одних и безразличия других устранялись сотни неравнодушных – те, кто вышел на борьбу с пожарами. Побывавший в минувшую среду в Братске губернатор Дмитрий Мезенцев сообщил, что тех, кто тушил пожары, поощрят. Вместе с тем есть все основания для кадровых изменений в Братске. Продолжение темы у Ирины Агапончик. Работа не прекращается ни на минуту. Очагитление обрабатывают круглосуточно. Этот участок – один из самых проблемных в Братске – коттеджный микрорайон Галачинский. Здесь ликвидирован один из самых крупных пожаров. Его площадь составляла 100 гектаров. Проблемная территория закреплена за сотрудниками МЧС из Томской области. Михаил Сатликин рассказывает, огонь не горит на поверхности, а тлеет в перегное. И это основная трудность. Приходится использовать ранцевые внетушители. Работа кропотливая, но необходимая. Проливка. Очень большой толстый слой подстилки. То есть просто так не прольешь. Приходится разгребать, разбирать. В штабе по тушению пожаров готов обед для тех, кто работает в лесу. Здесь и сотрудники МЧС, и рядовые жители Братска. Добровольцев более полутора тысяч человек. Люди разных возрастов и профессий. Все как один, не задумываясь, вышли на защиту города. Прошли впереди нас еще были МЧС. Прошли, а мы уже остались на явление, которые под землей. Ребята молодцы. На полметра еще все искрится. Поэтому мы благодарим, конечно, тех, кто приехали из других городов нам помогать. Это то, что беда была большая. Пожаротушители в отличном настроении. Результат общих усилий очевиден. Ситуация улучшилась. Неравнодушных наградят. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Мезенцев. Глава региона приехал сюда сразу из аэропорта Братска. В ходе визита Дмитрий Мезенцев сообщил, что фонд премии для ликвидаторов ЧАЭС в Братске увеличен до 8 миллионов рублей. Уже вечером на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Губернатор дал поручение собрать информацию о тех людях, кто сделал все для того, чтобы огонь отступил от Братска. Мы считаем, что обстановка в Братске стабилизирована. Она не стабилизировалась, она стабилизирована усилиями тысяч людей. В целом задействована на тушении и борьбе с возгораниями в лесных массивах Братска более 2400 человек. Это гарнизон Братска, МЧС, который мы привлекли из других шести районов региона. Это пожарные парашютисты, агентство лесного хозяйства. Находясь в Братске, губернатор Дмитрий Мезенцев принял решение с вертолета осмотреть Братский район. На момент облета, по данным Иркутской базы, авиационной охраны лесов в Братском районе действовало три лесных пожара на площади почти 800 гектаров. В прямом смысле на горячих точках работали почти 500 пожарных. За день самолеты совершили 49 сбросов воды общим весом 670 тонн. Кто виноват в том, что случилось? Это предстоит решать следствию. Но уже известно, что возбуждено 20 уголовных дел по подозрению в умышленных поджогах. В ближайшие 10 дней специальная комиссия о цене деятельности администрации Братска и района. По итогам проверки будут сделаны выводы. Не исключено, что они станут для кого-то решающими. Об этом заявил Дмитрий Мезенцев на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ответят те, кто замешкались и не смогли быстро среагировать на возникшую ЧАЭС. Мы говорили о том, что и руководство администрации Братска, городская дума в определенном смысле слова, глава думы, мэр города недостаточно быстро прореадировали на ту обстановку, которая складывалась. Это справедливая оценка. Были упущены самые важные первые дни. На совещании губернатор обратился к первому заместителю начальника Сибирского регионального центра МЧС России с предложением об отстранении начальника Братска гарнизона МЧС Александра Зеленкова от должности. В связи с пожарами в Братске это уже второе увольнение. Ранее по настоянию главы региона в отставку подался тюменеджер Братска Александр Туйков. Что город теряет имидж, что городу сопереживают, но в то же время укоряют и муниципальные власти, и гарнизон МЧС во всей стране. Это разве не основание к тому, чтобы не только по этому поводу, а по справедливой оценке отсутствия слаженности, отсутствия оперативного реагирования, отсутствия взаимодействия в оценке ситуации, в принятии безотлагательных мер, которые распустили пожары в лесном массиве Братска. Разве это не основание к тому, что те решения, которые приняты, считать безусловными и правильными? Я думаю, основание. Администрации Братска также грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности в связи с невыполнением первичных мер по предупреждению и ликвидации пожаров в черте города. При обнаружении пожаров городские чиновники должны были принять меры по локализации очагов возгораний, создать условия для работы добровольных пожарных формирований, содержать источники противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии, наладить оповещение населения о пожарах. В должном объеме этого выполнено не было. Сейчас оргвыводы можно делать уже в спокойной обстановке. В четверг лесных пожаров в Братске уже не было. Стоит отметить, что по сравнению с прошлой неделей воздух в Братске стал намного чище. Дымовая завеса потихоньку отступает от города. И по данным, которые приводит гидрометеоцентр, на сегодняшний день уровень предельной концентрации оксида углерода не превышен. И сейчас в Братске начался дождь. И пусть мелкий, но очень нужный не только жителям города, но и района. Ирина Гакончик, Николай Крупченко. Новости сейчас. Итоги недели. В пятницу было объявлено. В Братске и Братском районе снят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Дмитрий Мизников. Кроме того, в лесах области нет действующих пожаров. По информации регионального МЧС, до полной стабилизации обстановки в Братске продолжает действовать особый противопожарный режим. По состоянию на утро пятницы, все пожары в Братском районе ликвидированы. Трение уже прекращено. Уроки в школах Братска возобновились в среду в обычном режиме. Напомним, с 30 сентября всем школам, находящимся на территории города, было рекомендовано приостановить учебный процесс, а также отменить проветривание и прогулки в детских садах. Несмотря на отмену занятий, пребывание учащихся в общеобразовательных учреждениях было продолжено. Весь педагогический состав находился на своих рабочих местах, и с детьми проводились факультативные занятия и внеурочные мероприятия. Кроме этого, в школах был усилен контроль за состоянием здоровья детей, обеспечена выдача средств индивидуальной защиты дыхания. Уроки в полном объеме возобновились в День учителя. Традиционно этот праздник отмечается 5 октября. И в продолжение школьной темы. Размер единовременного пособия молодым педагогам, работающим в сельских школах при Ангаре, увеличен в 4 раза. Эту информацию озвучил министр образования Иркутской области Виктор Басюк. Напомним, постановление о выплатах подписал губернатор Дмитрий Мезенцев. Согласно документу, молодым учителям после окончания вуза и впервые приступившим к работе по специальности в сельской местности, размер пособия увеличен с 8 до 25 тысяч рублей в северных территориях из 5 до 20 тысяч рублей в южных. Как подчеркнул министр, финансовая поддержка молодых педагогов – это очередной шаг, который позволит повысить привлекательность села для молодежи. Лучших педагогов области чествовали на этой неделе в Иркутском музыкальном театре. Для учителей – медали и денежное поощрение. В частности, 100 учителей начальных классов получили премии по 25 тысяч рублей. Основным был вопрос, кто получит в качестве награды легковой автомобиль. Как разрешилась эта интрига, а также о буднях и праздниках лучших учителей при ангаре – в материале Евгения Власюк. Урок русского языка во втором классе «Интерактивная доска» – лишь одно из новшеств, которое применяет на практике учитель начальных классов Ирина Солыхова. Преподаватель с 20-летним стажем каждый год обновляет учебный план, чтобы ученики как можно быстрее осваивали современные технологии. Ирина Солыхова закончила педагогический университет и сначала работала в Искуте, потом переехала в Иркутск и последние 10 лет преподает основные школьные предметы ученикам Центра образования номер 47. Почему стала учителем? Ну, во-первых, примером для меня стал мой первый учитель. Ее нет сейчас живых, но я думаю, что она за меня очень рада. Затем это была детская мечта – стать учителем. Потом, конечно, любовь к детям. Сейчас я могу сказать уже, что это уже мое призвание – быть учителем. Мне нравится работать, мне нравится смотреть, как дети, которые ходили с бантами в первом классе, с развязанными шнурками, а потом они уже становятся личностью, большой личностью, нести уже какую-то пользу, и приятно смотреть, как меняется их судьба. Это, конечно, результат работы любого учителя. Ирина Солыхова – одна из ста преподавателей начальных классов, кто в этом году удостоен премии губернатора «Первый учитель». Каждый из награжденных получил премию по 25 тысяч рублей. Всего же в зале музыкального театра собрались 800 представителей педагогической общественности. Они прибыли на ежегодный прием губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Поздравляю вас сегодня. Я хочу сказать, что мы сегодня в правительстве области, в региональном парламенте понимаем именно так. И сколько бы у нас порой больше, порой меньше не было возможности областного бюджета, мы хотим максимально сделать шаги навстречу вам. В оценке того, что вы сделали. Педагогов со всего Приангарья поощрили за многолетний добросовестный труд. 11 учителям вручили государственные награды, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и знак «Заслуженный учитель Российской Федерации». Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, став победителями конкурсного отбора на право получения премии президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта образования получили 19 учителей Приангарья. Почетный гость на празднике – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова поздравила педагогическую общественность Приангарья с тем, что Иркутская область вошла в число победителей конкурса региональных программ развития образования и получит субсидию на реализацию мероприятий в размере более 150 миллионов рублей. Также Любовь Глебова поздравила всех с праздником и отметила, что в Приангарье очень сильный учительский состав. Слово «учитель» звучит мощно по региону, и это, наверное, часть элиты, это, собственно, основа элиты, элиты нашей страны. Я искренне поздравляю всех с нашим профессиональным праздником. Дай Бог нам всем таких учеников, за которых потом бы мы радовались, и которые потом давали бы нам возможность вспоминать, что такое учителя рабочий день, что было у кого потом учиться. Учитель воспитая ученика. А вот учитель физкультуры первого Иркутского лицея-интерната Виктор Чепелевич больше не будет ходить на работу пешком. Теперь он за рулем новенького автомобиля Hyundai Solaris. Учитель с 11-летним стажем стал призером Всероссийского конкурса педагогов-новаторов уроки физкультуры 21 века. Виктор Чепелевич представил на суд жюри работу «Урок после урока». Это проводилась дистанционная работа, то есть я ее отправил, они там, в жюри принимало участие. Я сперва прошел работ, было около двух тысяч, и моя работа сперва перешла во второй этап, а уже потом меня, соответственно, пригласили в Москву на награждение. И там мне объявили, что я занял свои номинации «Урок после урока» второе место. В зале прозвучало много поздравлений педагогам. В основном учителям желали самого главного – учеников, которыми они будут гордиться. Евгения Власюк, Ирина Гапончик, Александр Пахомов, Николай Крупченко. Новости сейчас. Итоги недели. День учителя в центре внимания. Но нельзя обойти стороной многие другие события рабочей пятидневки. Далее коротко расскажем о них. Обзор представит Антон Чернышев. Музей истории Иркутска отметил 15-летний юбилей. За это время сотрудники собрали 82 тысячи уникальных экспонатов. Самые интересные и необычные были подарены самими горожанами. В честь праздника лучших сотрудников наградили почетными грамотами. А для горожан открыли новую экспозицию, посвященную 21 веку. Во вторник в 18-й раз начала свою работу выставка СИП «Здравое хранение». Посетители площадки могут пройти бесплатное обследование у врачей разного профиля. Традиционно самое популярное среди горожан – сделать флюорографию и рентген. В работе выставки приняли участие более 120 медицинских учреждений и организаций из Иркутской области, Москвы, Новосибирска, Томска. В Иркутской области началась осенняя призывная кампания. По плану призвать должны 3,5 тысячи человек. Набрать молодых людей теперь нужно почти в полтора раза меньше, чем весной. План уменьшился по всей стране. Служить придется 12 месяцев. Призывная кампания 2011 закончится 31 декабря. Байкал победил в международном интернет-конкурсе в номинации «Лучшее направление экотуризма». Голосование проходило в августе и сентябре. Респонденты выбрали Байкал из десятка претендентов, среди которых были Кения, Коста-Рика, Алтай, Турецкий Кемер. Чемпионка мира по художественной гимнастике Дарья Дмитриева получит бесплатное жилье в ближайшее время. Квартирный вопрос для спортсменов высокого класса будет решен в рамках областной программы по развитию физической культуры и спорта в регионе. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев подписал этот документ в июне текущего года. Рабочие будни пройдены, а выходные можно провести на рынке в поисках экологически чистых овощей. Надо успевать сделать запасы на зиму, если, конечно, все выходные летом вы не проводили на собственном приусадебном участке. Свой урожай гарантированно полезный для здоровья. А вот что скрывают овощи из прилавков? Екатерина Бурва на этой неделе побывала на рынке и в лаборатории, где узнала, много ли вредных овощей в продаже и как отличить хороший товар от напичканного химикатами. Здесь свои рецепты. Сегодня в меню Иркутской ветеринарной лаборатории лук, капуста, морковь и картофель. Пробы овощей привезены из десятков тепличных хозяйств при Ангаре. Токсиколог Ирина Неретина вместо овощного рагу готовит образцы для исследования, чтобы выявить пестициды. В этом специалисту помогут обычный блендер, органический растворитель, ацетонитрил и дорогостоящий газовый хроматограф. В лабораторию ежемесячно поступает около ста образцов продукции, прямо с полей. Ранний урожай зачастую подвергается усиленной химической обработке, поэтому нередко такие овощи опасны для здоровья. Однако этот год исключение, отмечает специалист 20-летним стажем. Нарушения единичны. Осенний урожай обычно без неприятных сюрпризов. Он более экологичный. Поля меньше обрабатываются от сорняков и вредителей. А значит, вероятность встретить пестициды в овощах минимальная. Сентябрьские исследования это подтвердили. Из 20 проб ни одной с нарушениями. Всего же за июль, август и сентябрь из 35 тысяч тонн продукции было отобрано 147 проб. Превышения вредных веществ зафиксированы лишь в отдельных теплицах Хомутовой Грановщины, где выращиванием овощей занимаются граждане КНР. В течение лета было обнаружено три превышения. Это были образцы томатов от китайских производителей. В них был обнаружен пестицид процемидон. Во многих, ну не во многих, в пятой части где-то общего количества были обнаружения пестицидов. Но в пределах ПДК, в пределах нормы. В лаборатории, рассказывает Ирина Неретина, могут выявить до 40 видов пестицидов. Большой концентрацией они вызывают не только аллергию, обостряют хронические болезни, но и способны влиять на репродуктивные функции человека, развивают онкологические заболевания. До трех можно сделать? Ну, давай. При лавке ломятся от изобилия. Проверенные овощи ждут своего покупателя. Фермерские хозяйства Иркутского района приехали на ярмарку на грузовиках. Торговля с распелыми сортами прекратилась. Пришла пора формировать зимние запасы. Овощи покупают кулями. Юлия Данилова работает продавцом четвертый год. Говорит, что на глаз способна отличить экологически чистую продукцию от нитратной. Своим опытом она ежедневно делится с покупателями. Вот наши помидоры настоящие, не китайские. Они всякие кособокие, кривые. Дырочку всякие. А китайские идут твердые, аккуратненькие. И без запаха они идут. Без запаха. Наши разрежут, запах идет. Нехарактерный аромат и отсутствие вкуса. Еще один признак овощей с химикатами, отмечает Юлия. Идеальные пропорции ярко-оранжевая окраска моркови тоже должна вызвать подозрения. Экологичный продукт, считает продавец, должен выглядеть блекло и неказисто. А вот срок хранения не показатель. Нитратные овощи, выращенные с использованием, азотные удобрения портятся быстро. Экологически чистые собратья хранятся дольше. А вот плоды, опрысканные пестицидами, против болезней и вредителей, наоборот, долгожители. Хранятся годами и продаются круглый год, вне зависимости от сезона. Правда, их польза сомнительная. Цена тоже показатель. Настоящие овощи обычно дороже пестицидных. И дорого хороший товар можно приобрести лишь в сезон. И то на ярмарках, или непосредственно в деревнях. Ярмарка сельскохозяйственной продукции стартовала в середине июля и продлится до конца октября. Именно с этого момента, по утверждению продавцов, на иркутские прилавки поступят привозные овощи. Сейчас, по словам специалистов, затишье для нитратов не сезон. Сплеск выявления вредной для здоровья продукции ожидается в предновогодний период. Когда возрастает риск прикупить к праздничному столу свежие овощи, выращенные с использованием химикатов. Екатерина Бурван, Александр Пахомов. Новости сейчас. Итоги недели. Смотрите далее. Сборный портрет идеального жениха по версии героини Гоголевской пьесы. Напомнят классику со сцены иркутского драматического. В театре уже начали подготовку к премьере. Иногда декорация готовится от недели до месяца. И некоторые детали доводятся до совершенства в сам день премьеры. Кто выступит режиссером постановки? Розы на крышах иркутские ботаники предлагают принять западный опыт и заняться озеленением многоэтажек. И все это выглядит как много-много розочек. Какие растения могут прижиться на высоте? Об этом расскажем в нашей программе. Мы продолжаем программу. На этой неделе, точнее 7 октября, свой день рождения отметил Владимир Путин. Действующий премьер-министр страны, бывший глава государства, а может быть и будущий, он уже заявил о своей готовности баллотироваться в президенты. В последнее время имя Владимира Путина неразрывно связано с партией власти, которая, несомненно, будет стремиться сохранить свой статус на предстоящих выборах в Государственную Думу. До даты голосования осталось чуть менее двух месяцев. Все семь политических партий, зарегистрированных в Минюсте, успешно преодолели ответственный этап – заверение федеральных списков кандидатов в Центр-Избиркоме. Началась регистрация федеральных списков кандидатов. Чем удивили избиратели, участники предвыборной гонки? Об этом Денис Ларин. Главная интрига предстоящих выборов, по общему мнению наблюдателей, разрешилась на съезде партии «Единая Россия». Российское общество узнало ответ на самый главный вопрос – пойдет ли Владимир Путин на третий президентский срок? Оказалось, пойдет. Тем самым глава «Единой России» дистанционировался от думской кампании и, вероятнее всего, уже готовится к выборам президентским. Тем временем действующий глава государства возглавил партийный список. И теперь главный вопрос для политологов – усилит это рейтинг «Единая Россия» или все же ослабит его? Это партия, которая сейчас вынуждена думать не о том, как обмануть избирателя, не о том, как убедить избирателя, а это партия, которая вынуждена думать о том, как удивить избирателя. По той простой причине, что она слишком хорошо известна, она слишком давно доминирует, и для того, чтобы повторить свои предыдущие успехи, она должна действительно отметиться чем-то свежим или, если угодно, креативным. Что касается регионального списка кандидатов от «Единой России», то, по мнению иркутского политолога Сергея Шмидта, сюрпризов здесь не произошло, за исключением лишь того, что на первом так называемом проходном месте не динозавр Госдумы депутат Виталий Шуба, а тяжеловес авиастроя Алексей Федоров. Хорошо знакомый иркутянам человек, хоть теперь и не с местной пропиской. Чем не могут похвастать, к примеру, справоросы и либерал-демократы. Лидер их регионального списка Андрей Луговой сегодня прибыл в Иркутск на партийную конференцию. В частности, ну вот ЛДПР совершило такой предсказуемый, в общем-то, подарок господину Луговому, потому что он на самом первом, на самом проходном месте, хотя, честно говоря, я не думаю, что если он появится на улицах города Иркутска, иркутяне вообще обратят внимание на то, что вот появился такой великий политик Луговой. Менее великий или даже, можно сказать, совсем неизвестный иркутянам молодой политик, 34-летний Андрей Крутов возглавил региональный список эсеров. Лидер справоросов Иван Грачев представил его как своего помощника. У местных наблюдателей такой ход вызвал не просто недоумение, а у сторонников партии в некоторых случаях даже негодование, ведь многие рассчитывали увидеть на проходном месте либо кого-то из рядовых членов регионального отделения партии, либо его секретаря Владимира Матиенко. Он как-то публично высказался, что он в выборах вот в эту Государственную Думу участвовать по разным соображениям не считает нужным. Я счел, что это такая позиция возможная, и не настаивал на его участии в выборах в Государственную Думу. Хотел Матиенко в Госдуму на самом деле, или его своим решением отстранило от участия в борьбе воля Москвы, уже не важно. Но как бы там ни было, есть факт, что партию профессионалов, как называют себя эсеры, многие эксперты называют партией с невнятной предвыборной программой и с самым непредсказуемым результатом. Справедливая Россия может и попасть в Госдуму, а может и остаться за бортом. Но благодаря стечению обстоятельств ее шансы упрочились с уходом с политической сцены лидера правого дела Михаила Прохорова. Тем временем в региональном отделении до сих пор не разбериха. После раскола в рядах и ухода из партии вслед за Прохоровым руководителя Иркутского отделения правого дела Сергея Ерощенко и главы исполкома Евгения Селицова теперь региональный список кандидатов в Госдуму от праводелов представлен лишь двумя кандидатами. Но есть ли у них шансы? Как преподаватель университета, политолог Сергей Шмидт уверен, что региональное представительство потеряло солидный процент как минимум в лице молодежи, который весьма симпатизировала фигура Прохорова. Проценты снижаются, снижаются и сейчас уже речь идет о том, что правое дело сегодня набрало бы меньше процентов. Ну то есть это даже уже не маргинальная партия, а партия, которая должна задумываться о том, чтобы вообще существовать ли и дальше после выборов. Существовать или нет, такой вопрос точно не стоит перед КПРФ. По мнению политологов, это главный конкурент Единой России на нынешних выборах в Госдуму, впрочем, как и на прошлых. Так же, как и справедливо Россы, которые используют в своем региональном списке кандидатов фамилию Кустас, как позже выяснилось, оказывается принадлежащую не находящемуся под следствием бывшему градоначальнику Уссолья Сибирского, а его брату Валерию, коммунисты делают ставку в том числе и на арестованного в феврале этого года по обвинению в вымогательстве и получении взятки экс-мэра Братска Александра Серова. 14 октября коммунисты планируют провести в Иркутске Всероссийскую конференцию. Так же, как и у единороссов, основной электорат КПРФ – это работники бюджетной сферы. А если учесть, что Иркутская область входит в число регионов, не очень благополучных для единой России, то коммунисты в Приангарии вполне способны существенно повлиять на ситуацию с рейтингами. Основная задача – набрать такое количество голосов избирателей, чтобы победить Единую Россию. Такая задача поставлена на съезде, а перед этим она ставилась на всех региональных партийных организациях. Сегодня решение принято, и мы над этой задачей работаем. В последнее время аналитики отмечают рост так называемого сегмента протестного голосования. В этом случае сюрприз может выдать даже многими сброшенная со счетов партия «Яблоко», которая в 90-х в Иркутской области получала неплохой процент голосов избирателей. Но такое возможно лишь в случае, если эта политическая сила получит необходимый финансовый ресурс, которого пока, по всей видимости, недостаточно. До выборов в Госдуму чуть менее двух месяцев, и за это время может произойти немало сюрпризов. Но ближайшая пора, когда гонка не вступила в завершающую стадию, будет самым спокойным периодом кампании. В это время партии знакомят избирателей со своими предвыборными программами. Денис Ларин, Александр Мокин, Николай Крупченко, Александр Пахомов, Константин Синицын. Новости сейчас. Итоги недели. Смотрите далее сборный портрет идеального жениха по версии героини Гоголевской пьесы. Напомнят классику со сцены иркутского драматического. В театре уже начали подготовку к премьере. Иногда декорация готовится от недели до месяца. И некоторые детали доводятся до совершенства в сам день премьеры. Кто выступит режиссером постановки? Розы на крышах иркутские ботаники предлагают принять западный опыт и заняться озеленением многоэтажек. И все это выглядит как много-много розочек. Какие растения могут прижиться на высоте? Об этом расскажем в нашей программе. Вы смотрите Итоги недели. Одна из примет осени – закрытие сезона работы фонтанов. До следующей весны гидросооружения погрузились в спячку. В ближайшее время рабочие очистят бассейны от мусора и законсервируют оборудование. Теплая погода этой осенью способствовала продолжительной работе фонтанов, которых в Иркутске больше десяти. На улице осенью иркутские ботаники уже строят планы на весну. В частности, предлагают горожанам перенять западный опыт и заняться озеленением крыш. По словам ученых, цветущая лужайка на кровле – это не только красиво, но и выгодно. Наша съемочная группа встретилась с инициаторами возможных нововведений и выяснила, что нужно для реализации замысла. Это растение сотрудники ботанического сада несколько лет назад привезли из Европы. Хотели посмотреть, как приживется обитатель Старого Света в сибирских условиях. И несмотря на то, что результаты наблюдений уже давно получены, сегодня интерес к этому растению вернулся с прежней силой. Ведь, по словам биолога Снежаны Калинович, оно идеально подходит для озеленения кровель. Создать на крышах иркутских домов цветущие лужайки. Именно над этим сейчас размышляют сотрудники ботанического сада. Ну вот растение молодила, которое может хорошо приспособиться расти на крышах. Оно, видовое название у нее таки есть – молодила кровельная, то есть на кровлях растет. У себя на родине, в Европе, семена попадают на крыши и там вырастают такие вот розеточки красивые. Корни у них небольшие, им достаточно небольшого количества земли, чтобы для жизни, чтобы расти. И, кроме того, она размножается боковыми розеточками, которые обрастают центральную розетку. И все это выглядит, как много-много розочек. Кроме молодилы кровельной, в саду более 10 образцов многолетних растений, которые могут жить на крыше. Все они – обитатели горных ландшафтов, а потому не требуют хлопотного ухода. Для их комфортной жизнедеятельности достаточно тонкого слоя земли и естественного полива. По словам заместителя директора ботанического сада Светланы Сизых, такой зеленый покров не только красив, но и полезен. В Канаде, Австралии, Москве и Петербурге его высаживают в том числе и потому, что он позволяет уменьшить затраты на обогрев здания. Экономия ощутимая – 15-20%. Для того, чтобы кровля существующего дома осталась цельной и, более того, не разрушалась долго, создается многослойный такой пирог, зеленая кровля так называемая, который включает и гидроизоляцию в себя, и изоляцию от корневой системы и так далее, дренажный слой для растений. То есть он многослойный. Есть более дорогие варианты, есть более дешевые варианты. Иркутские ботаники предлагают начать с малого – высадить траву на крышах пятиэтажек, чтобы жители высоток любовались открывшимся видом. Сколько это будет стоить, пока сказать сложно. Известно только, что в Москве эта услуга исчисляется тысячами рублей за квадратный метр. Идею ботаников поддерживают и экологи. По их словам, это замечательная возможность избежать последствий так называемого эффекта теплового острова, когда тысячи крыш, покрытых черным гудроном, нагреваются под воздействием прямых солнечных лучей, тем самым изменяя городской климат. Плюсы и минусы небесных газонов предлагается взвесить всем жителям Иркутска. Мнение на этот счет ученые хотят услышать от городских властей, архитекторов и руководителей управляющих компаний. Кстати говоря, в пользу положительного ответа играет и тот факт, что команда биологов из Красноярска уже выходила на связь с сотрудниками ботанического сада, чтобы поделиться опытом по озеленению крыш на практике. Анастасия Зверькова, Константин Синицын. Новости сейчас. Итоги недели. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича. Эти слова невесты Агафьи Тихоновны из пьесы «Женитьба» давно стали крылатыми. А в ближайшее время зрители смогут услышать их со сцены Иркутского драматического. В театре готовятся к постановке этой пьесы Гоголя. Специально для этого в столицу Приангария приехал московский режиссер. На этой неделе постановщик впервые встретился с актерами и сразу приступил к работе. Елизавета Шегвалеева узнала, нашли ли общий язык Иркутский театр и московский гость. С этого зарождается любой спектакль. Актер и режиссер вместе читают сценарий, обсуждают диалоги и интонации. Артист драмтеатра Александр Дулов пытается освоить новую роль. Экзекутор и яичница персонажей из гоголевской пьесы «Женитьба». Именно это произведение хочет поставить на иркутской сцене московский режиссер Рустем Фисак. Постановщик буквально несколько часов назад зашел с трапа самолета, но уже включился в работу. Проводит с каждым актером будущего спектакля такие сеансы читки. Я прослушал, вдруг вздумает генерал, а где и где? Я не говорил, я пока просто это... Рустем Фисак, выпускник ГИТИСа в столицу Приангария, приехал по приглашению Геннадия Шапошникова. Как рассказывает руководитель трупа «Хлопковцев», он уже давно и плодотворно сотрудничает с гитисовской кафедрой режиссуры и не раз обращался к ее декану с просьбой отправлять в Иркутск самых талантливых выпускников. Геннадий Шапошников уже познакомился с молодым режиссером и остался доволен его уровнем, а также выбором постановки. Он предложил свой список пьес, которые он бы хотел сделать. Мы с ним разговаривали о том, что все-таки у нашего театра есть курс на классическую литературу, классическую драматургию. И тогда он говорит, я вот очень хотел бы сделать это название. А это название лежало в моем списке. И поскольку понимаю, что все сам не поставишь и не нужно, мне интересен сейчас взгляд молодого человека. С собой московский режиссер привез не только готовый сценарий «Женитьбы», но и макет декораций. По задумке черно-металлический каркас арок будут украшать цветные стекла. Притворить макет в жизнь предстоит уже иркутским декораторам. На это остается не так много времени, ведь премьера спектакля намечена на первую половину ноября. Изготовление декорации – это такой же творческий процесс. В нем задействованы многие цеха театра. Это и художники, и бутафоры, и даже осветители. И иногда декорация готовится от недели до месяца. И некоторые детали доводятся до совершенства в сам день премьеры. Гоголевская «Женитьба» уже была поставлена в стенах Иркутского драматического театра ровно 150 лет назад, когда театр только начинал свою жизнь. Второе пришествие «Женитьбы» на Иркутской сцене произошло в 1994 году. И вот спустя 17 лет у иркутян вновь появилась возможность посмотреть известную постановку. Гоголевская «Женитьба» станет не единственной премьерой ноября. В следующем месяце охлопковцы планируют поставить произведение Игоря Якунь на «Темный лед», рассказывающее о судьбах декабристов. Елизавета Шагвалеева, Константин Синиц. Новости сейчас. Итоги недели. И на этом наш выпуск завершен. Будет новая неделя и новые события, о которых мы вам обязательно расскажем. Всего самого доброго и расставляйте акценты вместе с нами. Субтитры подогнал «Симон»